Мы снимали кожу, чтобы выжить. Мы сдирались в лицо, руки, ноги, живот, и все конечности разрывались, потому что нам пришлось так поступить. Каждый, кто смел выдержать боль, он переходил в другое измерение, потому что этот устаревший мир был отравлен, и мы должны были сделать следующий шаг. И воплотиться в других телах, точнее перестроить свой дух так, чтобы создать новое тело в новом мире, прожить новую жизнь. А те, кто не выдерживал боль и страдания, сходили с ума, они сгорали на наших глазах и превращались в падаль. А мы выдержали и перешли в световые миры, причем переход был нестабилен, и мы с друзьями потерялись в разных измерениях, в пространствах, без возможности связаться друг с другом. Со мной была Лайна, меня звали Кайру, и я смог выдержать, перейти. И мне приходилось перемещаться до тех пор, пока у меня не выросло новое тело. И когда мы перешли, мы хотели найти других друзей, но с нами оказался какой-то незнакомец, который хотел тоже найти своих. Все были из одной цивилизации, но когда мы оказались вновь в мире, мы не знали, как в нем жить. Мы пошли искать дальше, мы начали снова перемещаться. Потом мы оказались в мире, который весь покрыт руинами. Мы блуждали там, мы искали ключи, потому что в нем не работало перемещение. Мы нашли кристалл. Он был спрятан в кулоне, который хранился в одном из заброшенных зданий. Он был надет на скелет, который мы нашли. И мы были в ужасе, конечно. Нам пришлось сложить вместе руки и начать переход в другие миры. Потом мы оказались там, где горы. В этих горах мы перемещались. Здесь они были разные, были снежные и земные, и магматические, вулканические горы, которые обжигали. Мы ходили по кратерам, мы ходили по снежным вершинам. Мы ходили по земным тропам. Потом мы просто хотели стать другими. Мы искали пути. Один странник сказал нам, что мы сможем найти в этих горах пристанище, что где-то есть закрытые двери, в которые мало кто может найти. И в них сокрыта огромная энергия, сила, которая поможет нам перейти еще дальше. И, возможно, тогда мы найдем своих друзей. Мы нашли гору под названием «Алексус». Мы вошли в нее. Там был невидимый проход, который, к видимому глазу, был просто препятствием. И там был источник энергии для всего этого мира. Мы поднимались вверх. Мы нашли озеро, которое исцеляет от всех болезней. Мы искупались в нем. Потом мы пошли еще наверх. Мы нашли там бункер. В бункере нашли оператора, который был там, который ждал, когда придут другие. Он говорил, что тот, кто владеет истинной магией, тот может брать кристаллы из любых миров. Он может брать из золота и все, что угодно, бриллианты. Он может перемещаться без потери времени. Он может быть с кем угодно, делать что угодно. Он способен на все. Мы сначала не поверили, потом он нам показывал видеозаписи, где существа действительно могли делать это. Мы были в ужасе, потому что для нас это было нереально. Мы не обладали такими способностями. Но он сказал, что для того, чтобы уйти отсюда, нужно к источнику принести подношение, найти самые редкие бриллианты. Но тогда мы станем другими существами, если мы станем способны воровать так, чтобы нас не поймали. Мы согласились. Он сказал, что нам нужно призвать тех духов, которые способны на это. Мои друзья отказались, а я начал призывать. Я перестал быть живым, когда мне все-таки удалось связаться с этим духом, который один из способных на это. Он наделил меня частью своей силы, но я перестал испытывать эмоции. Я перестал быть живым. Я больше не мог радоваться или страдать, или нуждаться в ком-то. Мне стало на все по барабану, потому что все потеряло ценность. Когда есть возможность достать все, что угодно и переместить свою руку куда угодно. Из пространственного кармана достать любые драгоценности, любые вещи. А еще он мне передал, что я никогда не найду друзей, потому что они слишком далеко, и многие из них уже погибли. И что мы все умрем, и мы не имеем никакого значения. И то, что я, возможно, останусь, если я буду служить ему. Если я буду делать то, что он мне говорит периодически. И то, что в какие-то моменты он будет появляться и говорить мне, украсть что-то. И я буду обязана это сделать. Взамен на эту силу, которую он мне дал. Он мне предоставил на раздумье несколько дней. Восемь дней он мне дал подумать. И потом он снова появится. Если я откажусь от силы, то я умру. А если я приму ее, то буду жить вечно. И тогда я ему сказал, что может быть лучше ты дашь моей подруге эту силу. А он мне ответил, что она не способна ее впитать в себя. Ее восприятие она не выдержит. Она сойдет с ума. И эта сила не послужит никому. Ее разум не выдержит. Я тогда спросил, что же мне делать. Он мне говорит, ты найдешь ее. Ты встретишь ее. Через несколько воплощений я могу тебе пообещать, что я найду ее для тебя. Я перемещу тебя в тот мир, где она воплотится в следующий раз. И будет чистая душа. Но ты будешь служить в вечность, и ты перестанешь быть таким человеком, как раньше. Ты будешь жить очень долго, возможно, тысячелетия, но взамен ты будешь таким, таким, как я. Ты сможешь исполнить любое желание. Ты сможешь украсть что угодно без наказания. Ты будешь служить мне и выполнять мои приказы. Когда я появляюсь. Таково условие. Я ответил. А я хочу сохранить мои эмоции и чувства к людям. Он говорит, что это невозможно, потому что эта сила предполагает отказ от навязанных программ эмоций, радости, грусти, счастья, печали, влюбленности, привязанности. Эта сила, она другая, она тоже как программа, но в тебе не может существовать и то, и другое, потому что ты больше не человек-то теперь. Мой последователь. Зачем это надо было? Мне и правда непонятно, зачем это надо. Мы просто были вместе. Я хотел быть с друзьями, жить обычной жизнью, но он Арату наделил меня силой. И я выбрал эту силу. И я пережил многих своих и друзей, и тех, кто был после них, и тех, кто родился позже. Я жил несколько тысячелетий. Но я всегда держался подальше от людей, потому что я не мог испытывать чувства, никакие эмоции. Я не мог наслаждаться чем-либо. Я была просто силой, которая может изменить жизни. Иногда я помогал людям, и они радовались. И Арату не осуждал меня за это. Но в какие-то моменты он появлялся и заставлял меня украсть что-то ценное или убить кого-нибудь. Даже если этот человек был мне близок, я делал это. Потому что у меня не было другого выхода, потому что моя шкура дороже, чем любая другая.